Привет, друзья! Понадобилось мне усовершенствовать мой контроллер-вентилятор, который я делал на базе от TINI 10, так, чтобы можно было запитать его от одного источника с напряжением 36 вольт, и чтобы он отслеживал не один, а два датчика температуры. Поскольку в 10-й TINI на модернизацию мне уже не хватало памяти, да и к тому же там нет EEPROM, стало быть, надо взять микроконтроллер помощнее. И я решил делать новое устройство на базе 13-й TINI. Почему именно на 13-й? Ну, во-первых, в ней как раз есть 64 байта EEPROM, которые я буду использовать для хранения серийных номеров датчиков. А во-вторых, потому что она достаточно хилая и достаточно древняя, чтобы задача была интересной. На ядре X-Mega 3 и обезьяна задачу выполнит. Здесь же нас ждёт очередной челлендж. А что нам ещё нужно от жизни, кроме борьбы? Поехали. Тут у нас на борту всё тот же килобайт флэш-памяти. Вдвое больше, чем в 10-й TINI регистров общего назначения, 32 штуки. И вдвое больше оперативки, аж 64 байта по сравнению с 32 в десятке. То есть можно уже не так фанатично экономить оперативную память и больше сосредоточиться на оптимизации объёма кода. К сожалению, таймер тут 8-битный и совсем недоразвитый. Посмотрим, что можно с этим сделать. Схема устройства будет такая. Сверху у нас DC-DC преобразователь с выходным напряжением 12 вольт. Мы также, как и в прошлом проекте, будем управлять его входом Enable, чтобы включать-выключать вентилятор. А при наличии в вентиляторе четвёртого провода будем управлять его оборотами по шим. Чтобы определить, есть ли четвёртый провод, подключим датчик тахометра на ножку аппаратного прерывания Int0. Если вентилятор реагирует на управление и у него есть тахо-датчик, то мы поймём это по его показаниям. Датчики температуры будут подключаться по общей шине OneWire. Я пробовал одновременно подключать 4 штуки, но можно и больше. Тогда надо будет несколько уменьшить сопротивление резистора подтяжки. А Tini 13 имеет на две ноги общего назначения больше, чем десятка. Я задействую одну из них для пищалки, чтобы сообщать о всяческих алярмах, ну и вообще для повышения солидности устройства. А ещё одну ногу задействую для переключения контроллера в режим программирования перечня подключаемых датчиков. Сначала я хотел просто опрашивать линию OneWire на предмет доступных устройств и с ними уже работать. И у меня даже это получилось, и уместилось в килобайт. Но так было бы менее правильно, ведь датчик может оторваться в момент, когда устройство выключено, и при следующем включении контроллер подумает, что так и должно быть. А на более сложную логику с запоминанием всех подключенных датчиков с момента, например, последнего сброса контроллера, на это у меня не хватило бы флэш-памяти. Зато остаётся пространство для апгрейда. Можно, например, запилить вышеописанный алгоритм поиска и запоминания датчиков на какой-нибудь 25-й тинке с двумя килобайтами флэша. А распиновка у неё почти такая же, за исключением того, что вместо INT0 придётся использовать PC-INT. Питать микроконтроллер мы будем линейным стабилизатором. Мощности тут никакой не надо, только вот на пищалку, но для неё предусмотрено место под ограничивающий ток-резистор. А в случае чего можно заменить пищалку светодиодом. Так, со схемой всё, пробежимся теперь коротенчико по коду. Не буду, как в прошлом ролике, мучить вас долгими рассказами о том, что и как тут работает. Если интересны подробности, посмотрите ролик про десятую тиньку. Основные моменты там те же. Из нового тут, как я уже говорил, убогий 8-битный таймер, с которым не получится нормально подстроить частоту SHIM поджелательные для вентиляторов 25 кГц. Вернее, сделать это можно, такой режим есть. Но только тогда SHIM сигнал придётся снимать со второго канала таймера. А эта нога у нас используется для тахометра и его прерывания INT0. Опять же, можно использовать для тахометра любую ногу и прерывание PCINT. А ещё есть вариант добавить обработчик прерывания на второй канал таймера и в нём сбрасывать счётчик при достижении нужного топа. Но тогда понадобилось бы эти прерывания запрещать на время формирования задержек для OneWire. Как минимум на коротких задержках. Всё это криво, некрасиво и мы так не работаем. Но сделать это всё можно, я проверял. Так что снизим тактовую частоту до 5 МГц и оставим верхний предел таймера 255. Это даст нам частоту SHIM около 19,5 кГц, что вполне приемлемо. Кроме того, уполовинивание по сравнению с прошлым проектом тактовой частоты позволит сократить код формирования задержек для обмена по протоколу OneWire. Тут теперь меньше пустых операций. Во время инициализации опрашиваем ногу режима программирования, и если она притянута к земле, то входим в бесконечный цикл, запрашивающий серийный номер датчика, подключённого к шине OneWire. Тут надо отметить, что во время программирования в один момент времени может быть подключен только один датчик, то есть запоминать датчики надо по одному. Затем мы ищем полученный серийник в EEPROM, и если его нет, то сохраняем в конце списка и выдаём один короткий бип. Если ошибка чтения серийника, или датчик уже сохранён, или кончилась память, то два бипа. Вот и весь режим программирования. Тут интересный момент. Я в приступе оптимизации кода решил вот таким хитрым способом проверять, не является ли первый считанный байт из текущего сохранённого в EEPROM серийного номера признаком конца списка, то есть равным 255. Но если применить побитого и не, то компилятор автоматически преобразует 8-битное значение в 32-битный интеджер. Это известный то ли баг, то ли фича компилятора, так что я сделал через XOR, но можно было и простым сравнением, дальше уже компилятор знает, что делать. И да, пришлось в целях экономии кода воспользоваться GoTo. Дальше. Для функции задержки в миллисекундах я увеличил минимальную задержку до 0,05 секунды, чтобы аргумент функции, а стало быть и константы, умещались в 1 байт. Библиотеку EEPROM я использовать не стал, она жрёт много памяти, так что я воспользовался примером из даташита, и даже не пришлось ничего придумывать. Ну и основной цикл. Он почти не отличается от прошлого проекта, только тут все сохранённые датчики опрашиваются по очереди и выбирается максимальная температура из полученных. А затем, если вентилятор четырёхпроводной, то его обороты регулируются в зависимости от температуры, ну или вентилятор совсем выключается, если температура меньше нижнего предела. Либо, если вентилятор двух- или трёхпроводной, то контроллер управляет им в режиме вкл-выкл. Жарко включаем, холодно выключаем. Если вентилятор был четырёхпроводной, но перестал подавать признаки жизни, то контроллер из режима управления по шим переключается в режим вкл-выкл. По ходу работы могут генерироваться три вида алярмов. Два бипа – проблема с датчиками, то есть не подключены, не запрограммированы, или ошибка контрольной суммы. Три бипа – проблема с вентилятором в режиме управления по шим, то есть обороты ниже минимальных. И пять бипов – перегрев. А, и ещё при включении контроллер выдаёт приветственный бип. Для калибровки внутреннего генератора тактовой частоты можно воспользоваться вот этой последовательностью импульсов. Тут все задержки, используемые в протоколе OneWire. Ну или можно методом научного тыка подобрать минимальное и максимальное рабочее значение калибровочного регистра, вот этого, и выбрать среднее. Вот, собственно, и все хитрости. Устанавливаем в Arduino IDE ядро для Tini 13, ссылочку я оставлю в описании. Не забываем выбрать базовую частоту 4.8 МГц и компилируем. Та-да! Ровно килобайт. Нет, можно, конечно, поднапрячься, покрасноглазить пару ночей и сэкономить ещё байт 8, а то и 16. А можно покрасноглазить пару недель, перепереть весь код на ассемблер и сэкономить ещё больше. Но когда ровно килобайт из килобайта, есть в этом какое-то изящество, согласитесь. Так и оставим. Кстати, пара слов о том, почему на десятой тинке кода сильно меньше, а занимает он почти тот же килобайт. А здесь кода больше, но всё уместилось. Первый важный фактор состоит в том, что тут больше регистров. То есть процессор может хранить всю оперативную информацию, все переменные в регистровой памяти. Значит, меньше обращений к оперативке, меньше push-pop команд для освобождения регистров и меньше команд загрузки констант. Константы тоже можно хранить в регистрах, например, 0 практически всегда хранится в отдельном регистре, чтобы он всегда был под рукой. Кстати, если кто не знал, процессор может работать совсем без оперативки, при наличии ПЗУ с исполняемым кодом. Главное, чтобы хватало регистров на текущую задачу. Второй фактор – это большее число доступных команд микропроцессора. 54 в десятке против 120 в тринадцатой. То есть то, что в десятой тиньке делается последовательностью из нескольких более простых машинных команд, тут можно сделать одной. И это тоже значительным образом снижает объем кода. Я надеялся, что тут будет побольше арифметических операций, умножения, например. Но нет, умножения не завезли. А вот в отмегах оно уже есть. Тем не менее, в каждой категории операций – математика, логика, переходы ветвления, побитовые операции, работа с данными – везде есть дополнительные команды. Поехали дальше. Прошивать тиньку будем китайским USB-ASP. Кстати, если вдруг что-то не работает, то попробуйте перепрошить его самого, потому как родная прошивка, как правило, совсем древняя. Макетку я собрал без DC-DC преобразователя, вместо которого будет светодиод, пара резисторов подтяжки, датчики и активная пищалка с ключом на старом добром КТ-315. Прошиваем на низкой скорости, чтобы не отключать периферию. Ммм, какие ласкающие слухностальгические звуки. Теперь прошиваем фьюз, чтобы можно было задействовать ножку ресет. Команду я оставлю в описании. Обратите внимание, что после этой процедуры контроллер можно будет перепрошить, только подав на ресет 12 вольт, и не забыв при этом отключить от этой ноги программатор, если он у вас не высоковольтный. Хотя в комментариях Евген писал, что его программатор выдержал, но я бы не рисковал. Проверяем. Вход программирования на массу, приветственный бип, подключаем первый датчик, один бип, порядок, второй датчик, порядок, опять первый, ага, запомнил, второй, тоже есть в списке. Убираем режим программирования и перезапускаем. Контроллер протестировал вентилятор и запустился в режиме управления по ШИМ. Давайте нагреем как следует любой из датчиков. Обороты вентилятора растут. Максимум. Тревога. Теперь охладим его и нагреем второй. Отлично, оба датчика работают. Остудим их и посмотрим, выключит ли контроллер воображаемый DC-DC преобразователь. Есть. Если отключить любой из датчиков, то контроллер включит вентилятор на максимум и просигналит о проблеме. А если отключить тахометр, то контроллер 10 раз попытается запустить вентилятор, после чего перейдет в режим вкыл-выкыл и тоже просигналит. Всё супер! Можно теперь собирать устройство. Плата, как всегда, вполне компактная. Ссылочку на проект я оставлю в описании ролика. Вся комплектуха готова, так что будем паять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА